Друзья, очень рады мы всех приветствовать. В таком замечательном центре наших пресс-конференций мне очень нравится это сценическое пространство. И вы здесь очень близко. И такой вот колорит нашего общения создается. Тем более, что мы по такому хорошему поводу. Вообще, с именем Антона Владимировича Лубченко мы связываем очень большие перспективы развития нашего культурного пространства города Сочи. Тем более, что его стремительное, как он сам, вхождение в наше культурное пространство города уже теми проектами, которые он нам показал, просто действительно мы потрясены. Я под величайшим впечатлением проекта «Диалог эпох» Чайковский-Прокофьев с опусканием этого железного занавеса, с абсолютно новой акустикой. С тем, что буквально в течение одной недели была найдена мастерская, которая привела в чувство наши музыкальные инструменты, которые давно этого не видели. К сожалению, у нас есть проблемы всегда финансового толка. Но когда есть стремление, желание, когда есть новые идеи, вот мы всегда за это. И поэтому мы, конечно, я сегодня с большой радостью принимаю участие в нашей пресс-конференции и с удовольствием буду слушать о планах нашего Антона Владимировича. При том, что, конечно, про все шесть концертов я уже знаю, но то, что он нам может поведать и как это видится с точки зрения организатора, вдохновителя этих идей, это, безусловно, будет нам всем очень интересно. Поэтому я с большой надеждой смотрю в новый наш концертный сезон 2018-2019 года и очень рассчитываю, надеюсь на то, что этот концертный сезон будет просто незабываемым. Я думаю, что нас ждет, конечно, очень интересный, очень насыщенный сезон, потому что для Антона Владимировича важен любой нюанс. От выбора музыкального материала до, я не знаю, до продумывания всех моментов, которые были бы новые в этом концерте и до внешнего вида исполнителей. Это очень ценно, потому что это такой вот мастерский охват глобальный, того, что мы с вами будем являться свидетелями. Это, конечно, говорит о том, что у нас новые времена выступали в нашем оркестре симфонического, и мне тоже очень отрадно было слышать отзывы после концерта в зимнем театре, о том, что у нас совершенно новый оркестр, об отзывах в концерте в зале оканной и камерной музыки, потому что это такая программа, которая практически не исполнялась никогда в Сочи. И я думаю, что нас много ждет очень новинок, шедевров, классики, которых мы еще с вами не слышали. И я хочу пожелать от себя успеха, на то, что мы будем содействовать всяческие продвижения творческих задумок Антона Владимировича. Это я обещаю. Спасибо огромное Ирина Васильевна и Николаевна за добрые вступительные слова и такие слова поддержки того, что мы все вместе с вами делаем. Наверное, можно сказать, что по большому счету я успел отработать только полсезона здесь, да, потому что с ноября месяца, и впервые я стал за пульт этого оркестра, нашего оркестра, теперь уже в январе месяца. Но, тем не менее, нам удалось достаточно плотно поработать с вами, с главой города, с руководством Сочинского концерта филарманического объединения, кое-что успели добиться. Я, например, абсолютно точно поставил бы в плюс нашей с вами работы тем, что мы за эти полгода решили с вами, с вашей поддержкой, с поддержкой Владимира Васильевича Мишарина, кадровый, можно так сказать, кадровый голод, да, оркестры мы закрыли те позиции, которых нам не хватало в оркестре. Я, например, горд тем, что у нас работает пара даже из Кёльна. Мишарина – это музыканты, которые несколько лет работали в Кёльнском симфоническом оркестре, он входит в число лучших оркестров Германии. Следующий сезон, который мы все ожидаем, я надеюсь, что это станет, по сути, первым сезоном, потому что прошедший я для себя рассматривал как пролог. В следующем сезоне мы уже наметили несколько программ, которые мы осуществим на сцене Зимнего театра. Кстати, тоже, я считаю, это достаточно серьезным решением о том, что симфонический оркестр теперь будет чаще выступать именно на сцене Зимнего театра. Это совершенно стало понятно, что это оправдано и экономически. С экономической точки зрения мы вот обсуждали и с вами, Ирина Васильевна, да, и с Владимиром Васильевичем, что на самом деле это приносит и достаточно ощутимую разницу в доходе от полученных мероприятий. И вот следующий сезон для нас станет освоением и репертуара, потому что я убежден, что репертуар Сочинского симфонического оркестра должен более уверенно включать в себя программы русских композиторов, русских классиков. Это и Чайковский, и Шостакович, и Прокофьев, и Рахманинов. Конечно, в силу опять-таки тех обстоятельств, о которых я говорил в начале, достаточно сложно было себе представить, сыграть коллективом, допустим, все симфонии Чайковского, симфонии Прокофьева, не говоря уже о всех симфониях Шостаковича. Но сейчас я думаю, что потихоньку мы это будем осваивать. Это также связано с приглашением солистов, потому что мне кажется, что теперь мы можем позволить себе разнообразить и список имен, которые будут приезжать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok